Актуальное интервью Какие будут мероприятия реализовываться? Наш проект «Ты не один» — это комплексное сопровождение людей, получивших ампутацию на ранних этапах реабилитации. Программа проекта подразумевается в комплексном оказании услуг инвалидам, в том числе социальная реабилитация, медицинская реабилитация, психологическая реабилитация. Какие будут этапы работы? Я знаю, что сейчас уже начали обучать волонтеров, такой первый этап, наверное, этого проекта. Да, все верно. В программе подразумевается обучение мобильной бригады, в которую входят волонтеры, которые будут посещать медицинские учреждения по оказанию первой помощи. Это может быть какая-то психологическая поддержка, может быть, правовая поддержка. Помимо волонтеров, кто будет еще в мобильных бригадах? Будет кто-то, кто может оказать действительно профессиональную помощь? Да, конечно. В нашей команде есть врач-ортопед-травматолог, также он специалист ЛФК и физкультуры лечебной, есть психолог, реабилитолог социальный и координатор проекта, который будет все это координировать и взаимосвязывать мобильную бригаду с нашими специалистами. Вот в глобальном плане какая есть задумка, каким видите свой проект в будущем, то есть как это будет работать? Будет какая-то прямая связь с медицинскими организациями? Как вот хочется потом видеть в идеальном мире, чтобы работал этот проект? Ну, подразумевается, вот будет 1 декабря проведение круглого стола, где приглашены департаменты здравоохранения, департамент труда и социальной защиты, главные врачи медицинских организаций. Мы покажем презентацию нашего проекта, обсудим условия соглашения и надеемся, будем вместе сотрудничать, где наша мобильная бригада будет посещать нашу целевую аудиторию, которая к нам относится. Как вообще возникла идея этого проекта? То есть в какой момент поняли, что нужно такое в городе создать? Знаете, я сам инвалид, пользуюсь средствами реабилитации протезом. И члены нашей организации тоже практически все пользуются техническими средствами реабилитации протезами. И общаясь с каждым членом нашей организации, мы пришли, проанализировали случаи, ситуации и пришли к выводу, что после аппутации инвалиду не оказывают должную реабилитацию как положено. Инвалиды сняли швы и отпустили домой, проверили, что все нормально, рисков нету к жизни и здоровью. И дальше как жить, как справляться с этой проблемой, которая приобрелась, как воссоздаться в социуме, это проблема каждого человека. И также наша общероссийская общественная организация «Опора», которую председатель Волохова Елена, она уже данный проект, похоже, реализовывала в городе Москва и в городе Краснодаре. И посмотрев, например, как проходит в регионах эта программа, мы решили ее создать и в нашем регионе. Вот на вашем примере, какой помощи больше всего не хватало после операции? Ну, не хватало комплекса. Это и психологическая поддержка, потому что человек, когда получает ампутацию, с первого же дня ему необходимо оказывать психологическую помощь. И не только ему, и его, и родственникам тоже, близким, которые тоже переживают за него, волнуются. Это правовая помощь, это как оформить инвалидность, где взять костыли, коляску, если есть необходимость, трость. Как подать в пенсионный фонд документы на пенсию. Социальная реабилитация, человек теряет работу, близких, может быть, друзья отворачиваются. Ну, то есть это очень сложный жизненный этап, в который еще плюс нужно думать о здоровье, каких-то действительно правовых аспектов. Конечно, да. И помимо этого всего, да, еще у тебя аспект, что ты испытываешь до сих пор еще боли, фантомные боли, что тоже очень мешает ориентироваться. В Севастополе как много людей, которые получили уже ампутацию, и как часто это происходит? Вот действительно ли есть большая аудитория, которая будет необходима для такой помощи? Да, знаете, еще совсем год назад, я думал, что я один в нашем городе, вот спустя год в нашей организации уже насчитывается 130 человек. И я уверен, что их еще больше. Просто все они скрываются, стесняются, может быть, не пользуются средствами реабилитации, если дома вот такая категория людей очень сильно подвержена склонным к спиртным напиткам, да, вот в первые же дни, чтобы заглушить как-то эту боль. Они теряются, ни с кем не общаются. На данную категорию людей мы рассчитываем, чтобы их вытащить с этого состояния и вернуть обратно в социальную жизнь. Нужно сказать, что от подобных ситуаций, но, к сожалению, никто не застрахован, и очень часто это трудоспособные люди вот среднего возраста, у которых была насыщенная жизнь, и вот, к сожалению, что-то произошло. Да, как правило, это приходит нежданно-негаданно. В основном это травмы, да. Очень редко, когда по болезни это кто-то получает ампутацию, но в основном это травмы, аварии, производство, работа, какие-то, может быть, ничтенны случаи во время отдыха, да, от этого никто не застрахован. Волонтеры, которые сейчас прошли обучение, а что это за люди, кто вот отважился на такую, ну, будем честными, непростую работу? Да, я с вами согласен. Волонтеры — это студенты медицинских учреждений колледжей, это студенты психологических колледжей по обучению психологии. Также есть у нас в команде волонтеров женщина, которая работает в детском доме, вот, тоже отозвалась и готова помогать. То есть совершенно разные люди, я так понимаю, но наверняка есть у них какие-то качества, которые их объединяют. Вот, как вы думаете, какие люди могут работать на такой специальности? Знаете, сейчас в наше время очень сложно найти человека, который бы готов был помогать другим людям, да, или близким. И таких людей очень сложно найти. И я вот рад, что вот эти ребята отозвались, готовы помогать, испытывают чувство, вот хотят оказать помощь другому. Поэтому очень прекрасно, что есть такие люди в нашем городе. Тем более, что это молодые ребята, я так понимаю. Да, молодые, ну, есть у нас и разных возрастов, но в основном молодые, да. Сколько человек решили стать волонтерами? На данный момент семь человек, которые прошли обучение, но мы на этом не останавливаемся. Если будут желающие, мы, конечно, еще обучим и другие команды, чтобы можно было оказывать как можно больше спектра услуга. Это обучение, насколько я знаю, в рамках реализации гранта у вас идет. Расскажите немножко подробнее, что это за грант, как удалось его выиграть? Данный грант региональный. Устраивался при поддержке правительства города Севастополя департаментом внутренней политики. Насколько мне известно, на конкурсе участвовало очень много некоммерческих организаций. И нам посчастливилось победить, выиграть этот грант. И надеемся его реализовать в полной сфере. Это здорово, что и наше правительство понимает актуальность и важность этой проблемы. Вернемся немножечко к обучению. Расскажите, что рассказываете своим студентам сейчас? Какие темы, какие аспекты затрагиваете? В первую очередь у нас разделено обучение на три категории. Это социально-правовая помощь, медицинская помощь реабилитационная и психологическая. Если касаемо медицинской помощи, наш специалист объяснял, какие бывают ампутации, на каких уровнях, как формировать культю, как ухаживать за культей после операции, как получить вертикализацию пациента. То есть изначально пациент лежит после операции, но нужно его как можно в короткие сроки поднять, чтобы он не терял свой реабилитационный потенциал. Это физиотерапия, конечности ампутированных и тех, которые здоровы, чтобы человек не терял физическую активность. Также психологическая помощь объяснялась волонтерам, как мотивировать пациента к возвращению в социальной жизни, как оказывать помощь близким и родственникам. Также социально-правовая помощь — это где какие организации могут получить средства реабилитации в первую очередь, те же самые костыли. Кстати, интересный факт. При обучении волонтеров мы попробовали каждому волонтеру предоставить возможность попробовать пройтись на костылях. И как стало неожиданно, что никто даже не смог этого сделать. Оказывается, человек, который никогда не пробовал этого, это очень сложно сделать первые шаги на костылях. И акцентировали на этом внимание, чтобы волонтеры могли хотя бы пациентам научить ходить на костылях, встать на костыли. И понимали эти сложности, с которыми сталкивается человек. Ну вот вы упомянули о том, что будет такой комплексный подход, и я вижу, что так и есть. То есть такая обширная довольно программа. Действительно, люди будут знакомы со всеми необходимыми аспектами. А кто ведет уроки, кто преподает? Ну это вот наши специалисты, врач-терапевт, травматолог-ортопед. Многогречный Владимир Константинович, психолог-реабилитолог. Это Финько Анастасия Анатольевна. Ну и есть у нас еще координатор проекта, руководитель, бухгалтер. Вся команда — это пять человек. Расскажите, может быть, какой этап во время реабилитации для пациента самый сложный после операции? И как волонтеры смогут помочь в этот период? Самый сложный этап — это первый же день после ампутации. Когда человек отходит от наркоза, у него идет дезориентация, отчуждение себя, своего «я», ощущение, что жизнь окончена, ничего не хочет, ничто ему не нужно, жизнь неинтересна. Вот самый первый день, это уже, можно сказать, с первого дня нужно оказывать человеку помощь. Вот, если ему не поддержать, не оказать, он может пойти неправильно. Расскажите, может быть, на ближайшее будущее какие планы есть у организации? Вот, подводя итог, поделитесь, что в ближайшее время ждет? Ну, в ближайшее время наработана практика, квалифицированы специалисты и закуплено оборудование в дальнейшем и обучены волонтеры. В дальнейшем мы планируем также и продолжать оказывание комплекса наших услуг, и в дальнейшем, может быть, мы его даже еще и расширим. Большое спасибо за это интервью. Я думаю, теперь, если вы, собственно, немножко лучше знакомы с работой организации, может быть, кто-то захочет присоединиться в качестве волонтера, а может быть, кому-то уже сейчас нужна помощь. Да, было бы замечательно. Если есть люди, которые желают присоединиться к нам по оказанию помощи людям, приобретевшим в ампутацию, мы рады их всегда видеть. И также новых членов, которые уже имеют ампутацию и не пользуются средствами реабилитации, не умеют это делать, мы также планируем, в рамках нашего проекта, это обучение, пользование техническими средствами реабилитации, протезирования и также какие-то активные мероприятия. Будем собирать людей и участвовать в них. Внедрять в соцсетях, так сказать. Все верно. Друзья, я напоминаю, это была программа «Актуальное интервью». У нас сегодня в гостях был Вадим Геннадьевич Гусев, председатель Севастопольского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Опора». Большое вам спасибо. И вам спасибо. Увидимся в эфире телеканала НТС. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok